Народ, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить об отказе, так как оказывается не все понимают что это такое и в каких случаях стоит его добиваться, а главное какими способами. Дело в том, что многие ребята в зале в погоне за отказом и увеличением веса забывают, что работа в отказ, работа когда твои мышцы больше не могут поднять предложенный вес, она куда важнее чем сам непосредственный вес на штанге. Ведь что такое работа в отказ? Это когда вы уже больше не можете сделать нужное движение с утяжелением или собственным весом. Но как вы думаете, что важнее сделать подход с максимальным весом на раз, например 120 кг жив лёжа, но при этом понимать что немного сил то у вас осталось, ну его просто не хватит на еще один такой же полноценный повтор. Или взять вес поменьше, например соточку и сделать два, а то и три полноценных повтора и исчерпать все свои силы куда больше. Но кто-то может сказать, что тогда нужно брать и 80, и тогда точно вы уработаете мышцы до полного отказа. И так весу меньше и меньше, а где же та тонкая грань, которая разделяет работу с большими весами для увеличения мышечной массы и гипертрофии и полной работы мышечной группы до полного ее отказа. При этом мы не будем брать в расчет систему дропсетов или обратной пирамиды, когда вы постепенно уменьшаете веса и количество повторений. Они нацелены на немного другие результаты. Тут есть один положительный момент занятий в зале, когда вы занимаетесь с напарником или с тренером, и который может вас не только подстраховать, но и помочь сделать последние повторы, так сказать дружеские повторения. Дабы добить мышцу, когда вы уже не можете выполнять повтор, но чувствуете, что силы еще чуть-чуть остались, а вес большой, и ваш напарник может вам немного в этом помочь и поддержать штангу. Сделать первое толчковое движение, довести руку до конца и так далее, все зависит от упражнения. Но если вы занимаетесь дома или в одиночку, тут проблема. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Работа в отказ в случае с постепенным уменьшением веса на подобии дропсетов возможно в случае применения упражнений с небольшими весами или с собственным весом, но с утяжелением. Отличным примером служат выпады, когда вы берете гантели, и при этом вес будет сам по себе небольшой, или подъем на носки для проработки икроножной мышцы. Тогда в конце упражнения вы можете опустить гантель и сделать еще несколько повторов только за счет веса собственного тела. Это не будет считаться дропсетом, это будет одно полноценное упражнение. Вес вашего тела довольно большой, и приседая, например, на одну ногу или поднимаясь на носок, вы поднимаете большой вес, себя. Плюс небольшое тягощение для роста мышечной массы, и в конце вы просто освобождаетесь от него, немного уменьшая вес. В отличие от дропсетов, при работе на какой-нибудь бицепс, когда вы постепенно уменьшаете веса, и это уменьшение идет как полноценный подход, и оно довольно значительное. Обычно 15-20% от предыдущего веса. Важно помнить, что читинговать можно, но делать это надо с умом. Если, как в школе, вам говорили, что списать можно, но нужно списать так, чтобы учитель не заметил, Тут аналогично. У нас есть множество видео на тему правильной техники, как увеличить нагрузку, ускорить рост мышечной массы и так далее. И главным критерием зачастую выступает именно чистота техники. Но на последних повторах умеючи можно немного исчитывать, тем самым немного облегчив себе упражнение и выполнив еще парочку последних повторов до полного отказа. Например, работа на тот же бицепс со штангой, сгибание рук в локте, когда во время выполнения упражнения вы не должны использовать раскачку, инерцию и так далее. Но на последних повторах инерция как раз то, что вам нужно. Только главное помнить, что можно немного отвести зад и как бы подтолкнуть штангу. Но затем ваше положение тела должно дойти только до вертикального положения. Как делает большинство новичков в зале, когда толкают бедрами штангу. Она взлетает, а дальше тело и спина прогибаются назад и в полукруг. И гриф падает на тело, такого конечно быть не должно. Ну и конечно есть упражнения, такие как жим лежа, станова и прочее. Именно базовые стандартные упражнения, в которых применение читинга травмоопасно и крайне нежелательно. Использование уменьшения весов нерационально и зачастую невозможно. Поэтому в таких упражнениях важно соблюдать технику и правильно подбирать веса. Толкнуть гриф на раз это конечно хорошо, но помните, что для бодибилдинга важен результат и рост мышечной массы, а не вес на штанге и красивая цифра на табло, ну как в пару лифтинги или других соревнованиях. В общем как-то так народ, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Зене, все ссылки в описании. Всем удачи народ, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok